Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем смотреть расклад, совет от Таро. Прямо сразу начну с совета без предыстории. И не знаю, почему именно такой расклад. Просто я периодически, так же как все в жизни циклично, делаю либо большие, либо короткие. Да, и поскольку вспомнила про короткие расклады, в прямом эфире я говорила про второй свой канал, который я открыла недавно. На нем есть только короткие расклады. Ссылка на этот канал будет в описании под видео. Кому интересно, переходите, посмотрите. Ну, давайте посмотрим. Сегодня совет от Таро. Что выйдет, то выйдет. Не знаю, вот чисто такой экспромт. Позиции видите, и мы сразу приступаем. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Совет вам. Совет. На данный момент, вот что вам нужно узнать, либо услышать. Вот что карты скажут, то скажут. Жарко, карты слепаются. И помешать невозможно. Ладно. Совет. Для единичек. Какой совет? Аркан влюбленные. Знаете, я смотрю на карту влюбленных, и у меня сразу глаз падает на архангела и на свет. Знаете, я не буду говорить о выборе, потому что сегодня мне идет такая энергетика здесь. Именно света, наполненности. Здесь такое ощущение, что вам как будто бы на данный момент необходимо вот это состояние влюбленности. Состояние, причем, знаете, это какое-то такое чистое ощущение воодушевления. Вот здесь какие-то чистое намерения. Это не любовь к кому-то, либо к чему-то. А это вот это вот ощущение, когда вас переполняет эмоции, такое, знаете, вот блаженство. Я не знаю, когда распирает именно светом изнутри. Опять-таки здесь без привязок. Здесь вам просто как будто бы нужно ощутить какую-то чистоту света. У меня такое ощущение, что этот свет поможет вам выйти как-то на уровень выше. Он должен вас вытянуть. Здесь как будто бы надо довериться этому. Я не знаю, что это за состояние, но здесь вот прям необходимо наполниться светом. Вот под словом светом, кто что понимает, так оно и будет для вас. Для кого-то это может быть состояние, для кого-то это вот просто чистота. Причем чистота не только души, но и тела. Может быть что-то такое для себя. Вот здесь какая-то чистота. Прям, знаете, вот энергии такие, блаженство. Если вот вы медитируете, вы видели этот белый свет. Ну, белый, по словам белый здесь, конечно, сомнительно. Но вот именно свет в медитациях. Такое ощущение, что вот вам надо переполниться им. Для чего? Для чего это? Вот я сказала про развитие. Восьмерка жезла выпадает. Как лестница вверх. Лестница вверх для вашего роста и для какого-то дальнейшего движения. Может быть вам сейчас энергии не хватает. И вот это вот ощущение света, наполненности, соединения с источником. Вот вам для чего-то это сейчас нужно. Даже не для чего-то, а для роста. Для какого-то движения. То есть если есть ощущение застоя, то вот такое чувство, что этот свет, он как будто бы вот здесь чувство, знаете, такого сильного ветра. Но не в горизонтальной плоскости, а вот как будто бы он выбрасывает вас куда-то выше и выше и выше. Что-то здесь такое интересное. Да, это связано с вашей силой. Это связано с вашей энергией. Здесь мне говорится о том, что вот вам просто нужно пополнить свои ресурсы. Поэтому отсылка шла к свету. К своей ресурсности. А для чего вам сейчас сила, ресурсы, вот эта вот энергия? Девятка кубков, солнце. Ну смотрите, здесь сразу прям все карты говорят о том, что вам на данный момент нужно сделать акцент именно на наполнение себя именно чувствами, глубинными чувствами, чистыми чувствами. Это не эмоции, это не радость, это не мимолетное что-то такое. Потому что здесь вот солнце выпадает, да. Солнце как светило, не желтого цвета, а вот именно отрисовка белого. Это поможет вам обновиться. Вот вам сейчас необходимо как-то обновиться для того, чтобы двигаться дальше. И вот это вот обновление, оно произойдет у вас изнутри. Если вам удается погрузиться внутрь себя и обратить свой взор внутрь себя, то вы сможете найти, знаете, как некая такая белая точка, что ли, как-то так. Вот в этой тьме внутри вас есть вот эта белая точка. На ней фокусироваться и как будто бы осознанно ее увеличивать, расширять. Мне показывают, знаете, вот как некий такой фонтан. Фонтан, который не фонтанирует водой, а фонтанирует именно светом. Вот какие-то энергии здесь. Вот именно энергии вам не хватает. А почему мне говорят это? Для чего вам вот эта энергия? Здесь какое-то взаимодействие с другими людьми. Здесь эта энергия вам нужна для выравнивания. Для выравнивания какого-то вот вашего баланса. То есть ощущение того, что долгое время, возможно, были как-то нуждающимся человеком. Я не говорю про материю, я говорю про ощущение внутренней, чувство какого-то дефицита. Вот вам чего-то было недостаточно. И вот либо какие-то трудности были, сложности в вашей жизни, какой-то долгий такой период. И вот сейчас должна прийти новая полоса. И для новой полосы именно в балансе выравнивание. То есть были как-то вот, отошли от равновесия в пассивность, в минус. А сейчас надо как-то активность. Вот чтобы вот эта активность была, вам не хватает энергии. Здесь энергия свежая должна быть. Это именно, я говорю сейчас про состояние, не про включение ума. Что вот я решил, давай теперь пойду дальше. Нет. Здесь именно какое-то выравнивание. Выпадает шестерка кубков, карта прошлого, карта ностальгии. То есть вот здесь вот это выравнивание чистоты, чистоты намерения. Я не знаю, почему здесь мне говорят про чистоту. Хорошо, еще что вам нужно знать сейчас. Это вам нужно для того, чтобы стать королевой жезлов и магом. Вот смотрите, у вас какой-то новый, это не новый этап, а королева жезлов, личность как архетип, подвижный достаточно, коммуникабельный и сразу с магом. Вот ощущение того, что вам нужно больше проявляться. Чувство, что вот до этого момента вы были как-то непроявленными, да, вы были невидимыми. А вот сейчас для того, чтобы быть более плотными, более заметными, вам не хватает вот этой вот энергии. И для этого вам и говорят, то есть наполняясь энергией, вы как будто бы будете проявляться в материальном мире. То есть у вас будет, ну, появится плотность и вот это вот внутреннее свечение. Вы станете более заметным человеком. Маг, человек, который управляет своей собственной жизнью, он ее строит таким образом, каким ему необходимо. То есть, знаете, вот такое ощущение, что вот вы были каким-то учеником долгое время, чему-то там обучались, вот вас как будто бы подготавливали для взрослой жизни. А вот сейчас у вас есть возможность, да, проявить себя и показать то, чему вы хотели научиться. Не то, что хотели научиться, а то, к чему вас готовили, да, вот сейчас вы будете показывать это, да, то, на что вы способны. Здесь вот как-то так идет. Хорошо. Я обещала короткий расклад. Такая была первая позиция. Отлично. Мы с вами переходим к позиции номер два. К красненькому камешку. Двоечки. Что здесь вам? Какой совет от Таро? Здесь вы как будто бы закрываете. То ли вы закрываетесь здесь, как-то закрываетесь от мира, закрываете свою душу, да, как-то вот защищаетесь, что ли, оберегаете больше, заботитесь. Либо вам это необходимо сейчас сделать на данный момент. Здесь это как-то связано с работой. Понятно, о чем это. Вот не поймут, Олива, вы сейчас находитесь в каких-то там страхах, да, и вам говорится о том, что вам нужно... Как-то себя сбалансировать. Что-то такое происходит не совсем понятное. И из-за того, что вы не видите всю картинку, она у вас не проясненная, вы как будто бы закрываетесь. Сейчас, знаете, иногда так бывает, когда не совсем понятно, куда двигаться, да, я предпочитаю больше, ну, оставаться в пассивности. Ну, из-за того, что вот я не знаю, я не понимаю, поэтому я закрываюсь для того, чтобы переждать как-то этот момент. Вот здесь вот такое ощущение, что вы стали... Какой-то страх у вас, даже здесь нет, здесь не страха. Здесь, знаете, что здесь какие-то непонятки. Вот вам непонятно, куда вам двигаться дальше. Вы как будто бы хотите выровнять баланс, либо есть здесь некий такой выбор, дуальность какая-то. И вот вы не можете определиться, куда вам двигаться дальше. Здесь есть какая-то такая мутная ситуация, непонятная. Это, знаете, это может быть связано как-то... Не могу понять, кто мне друг, а кто мне не друг. И вот какая-то вот такая дуальность во всем причем. Но ощущение того, что это некий такой, знаете, проверочный этап туда, куда вы идете, да, к солнцу. Вот как будто бы последний какой-то квест, который вам нужно пройти до того момента, как вся ситуация прояснится. И вот в этот момент именно определение как-то выбора, да, вот эта вот туманность, непонятность, она начинает как-то, знаете, вот из вас вытаскивать что-то такое глубинное. Может быть, это какие-то сценарии. Здесь вот что-то такое глубинное, что было зарыто долгое время. Вот в вашей памяти, и вы это не... уже забыли об этом. Я не знаю, что это может быть. И вот сейчас как будто бы для того, чтобы очиститься и определиться, вам это необходимо вспомнить. Либо это само что-то всплывет. Это что-то забытое. Прямо, вот знаете, вот иногда бывает так... Положил какую-то вещь куда-то. А потом проходит много лет, и вот кто-то... Не знаю, почему мне показывают какой-то, вот знаете, чердак. На нем открываешь, а там то ли старый дневник, то ли старая какая-то тетрадь с записями, какими-то рисунками. Может быть, это что-то такое детское, оно не имеет какой-то вот значимости, ценности. Но вот здесь что-то такое. И вот в этом как будто бы дневнике, что ли, в этих записях было написано о каких-то страхах, что ли. И вот что-то там такая какая-то информация есть, которая вот поможет вам разобраться. И иногда, знаете, здесь еще, может быть, для кого-то дали обещание. Вот бывает так, когда очень важный человек в вашей жизни, перед тем, как уйти, знаете, особенно это, ну, бывает, как родители, да, перед смертью, говорят, вот пообещай мне, что ты это сделаешь, да, вот как последняя просьба перед смертью, что-то такое. Такое чувство, что вот вы пообещали, но пока еще не выполнили это. И вот как будто бы вот это надо сделать. И что-то такое последнее для того, чтобы ситуация здесь потом прояснилась, и вам станет понятно, куда вам двигаться нужно. Что это за жук здесь такой? Да, здесь мне показывает, вы как будто бы ищете ответ на какой-то вопрос. И вот вы в этом своем, ну, это поиск внутри вас. Я говорю, внутри вашей памяти как-то. Это что-то хорошо забытое. И вот пока вы это не подсветите, не проясните, что это может быть, может быть какое-то воспоминание, может быть какое-то обещание, какое-то слово, где вы кому-то дали, клятва какая-то. Конечно, сейчас вы не сможете вспомнить, как я вам говорю, потому что это как-то вот случайно у вас произойдет, и вы вспомните это, не сейчас. То есть какая-то ситуация будет, и она вам подсветит. И вот с этого момента у вас потом пойдут перемены. Здесь как-то указывается на число 9. То ли 9 месяцев. Какое-то вот перерождение. То ли 9 месяцев, то ли 9 числа, то ли в 9 часов. Что-то с 9 связано. То ли вы ждете чего-то 9 месяцев. Но это вот как-то связано с нашим бессознательным. Какая-то тут пара, может быть здесь люди задействованы, не знаю. Хорошо, совет-то здесь какой. Да, и вот выпадает у жезлов. И после этого вот как будто бы картинка прояснится, и вы придете к некой такой стабильности по четверке жезлов. Вы, вот как будто бы вы получите решение, сможете примирить здесь себя внутри. Вот как будто бы потом ваша душа как-то она успокаивается. Я не знаю, что здесь. Здесь может быть какая-то конкретная ситуация для одного человека. Может быть такое. Здесь что-то специфическое. Здесь нельзя сказать, что это какой-то общий такой, знаете, тема. Но если вам это откликается, значит это про вас. Если нет, потому что здесь у меня есть чувство, что это что-то вот такое конкретное. Здесь какой-то вот, знаете, поиск внутри себя, ответ. Какой-то ответ вы искали. И вы его найдете. И вот с того момента, как вы его найдете, придет какое-то решение очень важное. И оно стабилизирует вашу жизнь. Хорошо, еще что мне скажете? Просто что? Да, и вот выпадает колесничий. Да, тоже опять-таки про дуальность говорится. Про умение соединять и управлять вот дуальностью. Какое-то дальнейшее движение из того застойного момента, в котором вы как будто бы находитесь сейчас. А что это такое? Ну, это может быть связано либо с вашими ресурсами, в том числе и с финансами. Это может быть комфорт, стабильность, уют. Может быть для кого-то действительно важна парность каким-то образом. Не знаю, не могу вам сказать. Здесь вот прям что-то такого конкретного нет. Причем, знаете, понимаете, здесь выпадает луна, и она мне как будто бы четко не показывает всю картинку. Вот какое состояние в луне есть? Такое затуманенное, мутное, невозможность. Вот это как будто бы ты находишься под водой, и там есть ил, и там есть эти водоросли, и ты не можешь открыть глаза. Вот у меня такое ощущение, что я никого-то не могу открыть глаза, потому что либо песок почему-то попадет в глаза вот именно под водой. То есть это не чистая, не родниковая вода, где можно открыть глаза под водой. Здесь вот как-то все так затуманено, все как-то скользко и не совсем понятно. И у меня такое ощущение, что это вот какие-то воды вашего бессознательного. Может быть это связано и с периодом каким-то образом. Вот я говорила 9 месяцев вашего внутриутробного, когда вы были, когда мама была ваша беременная вами. Может быть что-то там мама дала какую-то клятву, какое-то слово, что-то. И вот вы почему-то должны выполнить его, не то чтобы исправить, а как-то выполнить. Я не знаю, напишите мне здесь потом, с чем это связано. Вот 9 месяцев, вот какое-то перерождение, не знаю, не могу понять. Вот такой вот здесь был, не знаю, совет, не совет, но какая-то информация пришла здесь. Хорошо, позиция номер 3. Зелененький камешек, смотрим. Троечки, здесь какой вам совет? От Таро. Когда я такие расклады делаю, я прям чувствую себя какая-то, знаете, экстрасенс-гадалка. Очень прикольно. Так, совет, здесь совет. Разбитое сердце, боль, скорбь, разрушение. И мир как завершение. Здесь мне хотят сказать, что пришел конец. Вы знаете, башня, по башне проходят люди. То есть здесь идет информация, а у меня такое ощущение, что вот как, знаете, как сигнификация некая такая. Людей достаточно чувствительных и ранимых. И этим людям всегда важна опора. Опора на кого-то, опора на себя, на что-то, на какое-то верование. И вот до тех пор, пока эти люди не найдут свою какую-то экологичную нишу для развития, либо какие-то отношения, либо вот эту вот опору как таковую, они не могут успокоиться. И вот здесь вот ощущение того, что вот это вот скольпь ваша, да, здесь не то, чтобы слезы, а здесь вот какая-то душевная боль, она связана с тем, что вы как будто бы не можете найти вот эту вот опору в себе. И сразу здесь идет подсказка в плане того, что вам необходима вот именно теплота, душевная теплота на данный момент. Я не знаю, как вы можете ее сами себе дать, но вот здесь ощущение того, что это поможет вам обрести какую-то некую такую уверенность по миру, чтобы завершилась эта ситуация. То есть то, что происходит, о чем здесь идет речь, она говорит о том, что вот вам сейчас просто на данный момент необходима вот эта вот душевная теплота. Для того, чтобы как-то вот успокоиться, и следующим шагом вам нужно будет обрести какую-то опору, то есть на что-то, какая-то система, я не знаю, система ваших ценностей, система ваших убеждений. То есть вот как вам нужно найти веру. Но эта вера, это не просто так, да, я вот верю, что мое дело там реализуется. Нет. А здесь речь идет о вашей какой-то вот дальнейшей жизни. Но опору пока вот в себе вы не можете найти, потому что вам не хватает вот этой вот теплоты. И пока вы сами о себе не позаботитесь, не дадите сами себе вот какое-то вот внимание, ну вот душевное какое-то спокойствие. Здесь такое, знаете, что-то обволакивающее, очень напоминающее на, как это, на объятия. Да, вот когда, знаете, человек вас обнимает, ну не с целью любови, а вот когда у тебя какое-то горе, да, вот кто-то тебя обнимает с целью поддержать. И ты чувствуешь, что ты не один, и ты справишься. Да, вот есть некое такое родство, ты понимаешь, что ты не один, что тебя понимают, что тебя поддерживают. И вот здесь вот это вот ощущение того, что вам это сейчас необходимо. Пока вы это не получите, вы как будто бы не сможете успокоиться. И вот при отсутствии внутреннего какого-то душевного успокоения невозможно разрешить какую-то задачу. То есть до тех пор, пока вы ищете опору вне себя, в людях, в каких-то идеях, ценностях, вот нету, душа не может успокоиться. Не знаю, почему я говорю про душу, но здесь вот какое-то внутреннее успокоение невозможно. И у меня такое чувство, что вот из этих трех карт вы находитесь сейчас на втором этапе. То есть пока вы ищете опору вовне, ничего не происходит. Надо найти ее внутри. А внутри, чтобы найти, вам не хватает этой теплоты. Что вам нужно сделать? Вам нужно восьмерка мечей, девятка мечей. Ну смотрите, здесь все на эмоциях. Причем эти эмоции, они подкрепляются какими-то вашими мыслительными процессами. То есть невозможностью, здесь еще и усталость проходит, невозможностью найти решение. Какая-то вот, знаете, безысходность. И проблема даже не в мыслях, проблема не в эмоциях, а здесь какая-то более глубинная потребность. То есть вот то, что я сейчас описала, это как будто бы оно вот такое, ну поверхностное, это то, что заметно, это то, что можно увидеть. Да, какая-то тревожность, беспокойство, ночи может быть беспокойные, невозможность решить как-то задачу. Здесь вам нужно, ну это вот как будто бы бассейн, либо какое-то озеро, и пруд может быть, и на нем листья. И вот надо почистить вот это сверху. Вот то, что я вам говорю, это вверх. А вам надо изнутри это очищать. А внутри есть какая-то вот эта вот потребность, знаете, как-то нащупать внутри себя стержень, что будет являться опорой. Мне показывает такое вот как скипетр, да, как жезл какой-то, вот опора, опора, колонна, что-то вам внутри себя, на что-то нужно опереться. На что вам нужно опереться, королевы пендакли? Здесь вам и пятерка пендакли выпадает. Здесь, понимаете, здесь вам не нужно опираться на что-то такое материальное. Здесь нужно на какие-то вот более возвышенные ценности. Вот вам нужно идти больше в духовное. Внимание, не псевдодуховное изучение знаний, а это вот внутреннее такое, как бы вам его-то описать, это состояние. Здесь не нужно заниматься самообманом. Вам не нужно улетать куда-то в небеса. Вам нужно плотно стоять на ногах на земле, но при этом вы должны найти действительно какую-то веру не в плане быть набожным человеком, а в плане того, чтобы верить в какие-то такие, знаете, вот добродетели. Не просто потому, что говорят о том, что мы должны быть справедливыми, должны быть добрыми, человечеством. Нет, а вы должны верить в это. Не просто верить, а гореть этим. То есть здесь суть заключается в том, что вы изнутри должны это транслировать, даже не говоря об этом. Вам нужно внутрь углубляться, найти то, что вы утратили когда-то. Вот эту веру. Что это за вера? Вера в возможность двигаться дальше, вера в возможность развиваться, в понимание, куда дальше двигаться. Что это не будет так сложно, что это не будет так трудно и какая-то вот безысходность. Здесь вот отсутствие веры в то, что будущее, оно может быть иначе. Не какой-то трудностью. Здесь вам надо всю систему вашей ценности изменить. Пока она есть, вот именно такой, какая она есть, вот ничего не получится. Вы как будто бы будете по кругу ходить в мир и не пройдете в новое, не пойдете вот в это расширение. Вы будете все время ходить по одному и тому же сценарию. Почему вы утратили веру? Нет, спрошу по-другому. А во что вы верили? То есть то, что утратили. А вы верили в новое? Вы верили, вот вас прям тушь кубков на дне. Вас переполняли эмоции. То есть здесь было что-то. Я не знаю, допустим, когда человек, вот я, вы говорите, да, я верю, например, в любовь, а потом что-то произошло, и оно так ранило, и вы перестали в это верить, и вы полностью стали отрицать. То есть здесь как будто бы некий такой источник, который двигал вас вперед в светлое будущее. А вы перестали в это верить. Как будто бы утратили эту веру. Да, и теперь вы идете по жизни неуверенно. То есть вот поэтому здесь и говорится, что по сути вам нужен какой-то внутренний стержень, вот эта вот опора, которая поможет вам проживать дальше. То есть это, понимаете, это не на один день, это вот как-то на всю вашу оставшуюся жизнь. Вы должны на что-то опереться. Я не знаю, может быть, на какие-то учения, на какие-то знания, на то, что будет вас вести. Но вы должны это создать сами, заново. Не то, что вам когда-то говорили там родители, а вот какую-то свою систему, понятную вам. И вы должны ей гореть. Так, хорошо. Еще что-то есть, что сказать? Паш Пиндакли, вы сейчас находитесь на этапе ученичества, на начальном этапе. Именно вот познание этой ценности. Вы как будто бы познаете себя заново сейчас. И вот это вот, знаете, такое ощущение, что встали на какой-то новый путь познания. Может быть, что-то новое изучаете. Это привносит какие-то взгляды в вашу жизнь, иные на мир. И они как-то вот вас ведут. Здесь куда-то вас ведут. К очищению. Очищению от старого и построения чего-то нового. Поэтому башня и выпадала, как разрушение вот этой вот старых, старых ваших верований. Старые ваши опоры. Что вам нужно сделать сейчас, вот именно в данный момент? Десятка кубков. И десятка кубков, и король мечей. Знаете, как будто бы принять решение, стать таким, знаете, человеком счастливым. Человеком наполненным. Через край здесь кубки должны быть наполнены. Но это вот не про счастье, нет. А здесь, о чем они должны быть наполнены? Здесь какие-то эмоции вот вам необходимы. А, удовольствие от вашего профессионализма. То есть, обратите внимание, вы как будто бы должны поверить в то дело, в котором вы занимаетесь. Почему-то для вас это очень важно. Вот какая-то профессиональная сфера. Вы должны поверить в нее, в первую очередь. Сначала в себя, потом то, что вы делаете, делать это с любовью. Это вас должно наполнять. Может быть, вас и ваше дело не наполняет сейчас. Либо, наоборот, вы должны работать каждый день над своим эмоциональным состоянием. Обращайте внимание. Потому что вот ваша тревожность, волнение, переживания, они как будто бы стали вашей базой. А здесь надо по-другому. Абсолютно. Здесь надо осознанно наблюдать. Да, здесь идет десятка мечей, завершение. Завершение каких-то ваших ожиданий, что вот все как-то фундамент ваш выстроится самостоятельно. Вот то счастье, которое вы хотите, что оно как будто бы само придет. Ну, то есть вы здесь понимаете, фишка в чем? Вы надеетесь. Одно дело, когда ты надеешься, а другое дело, когда ты веришь. Они вроде бы схожие слова, но в слове надежда присутствует некая такая пассивность. Ну, когда-то вдруг произойдет, а вдруг и не произойдет. А в слове вера есть уверенность. Уверенность, она получается тогда, когда вы начинаете что-то делать, и у вас получается. Чем больше вы это делаете, тем больше у вас получается, тем больше укрепляется ваша вера. То есть ваша вера – это не что-то такое голословное, как надежда. Я вот пассивности просто мечтаю, фантазирую. Нет. Уверенность ваша приходит через какие-то практические моменты. То есть вы постоянно получаете подтверждение чему-то. И вот эта ваша внутренняя вера укрепляется. Но первично она должна родиться. Для того, чтобы что-то укреплялось, должно сначала быть внутри вас. У вас это есть. Но вы здесь как будто бы закрыли, закрыли, закрытая дверь. Вам говорят – открой и заново начинай. Заново. У вас есть это уже. Когда-то это было. Но вы закрылись. Потому что не хотели пойти в какие-то перемены. Были неуверены. Не знаю, может быть, вас внедрили какую-то неуверенность. И вы закрыли. Вот такая третья позиция. Так, не буду больше углубляться. Коротенький, да? Обещала коротенький расклад. Хочу вас всех поблагодарить за ваши лайки, за ваши комментарии. Пожелать вам хорошей, отличной, прекрасной, замечательной, светлой, счастливой недели. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok